Михаил Самусь, военный эксперт, эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Михаил, Владимир Зеленский недавно заявлял, что Россия уже потеряла только в Донецкой области больше людей, чем в двух чеченских войнах вместе взятых. Как вы считаете, о какой цифре можно говорить в контексте именно войны на Донбассе, в данной ситуации на участке, имею ввиду, и все-таки вот Чеченская, там официальные цифры, по-моему, около пяти тысяч, но мы знаем, в принципе, убитых. О чем говорит российская армия, российская власть официально, ну, далеко, как правило, от правды. То есть о каких, приблизительно, в количествах убитых можно говорить в этой ситуации? Я думаю, здесь главное не количество. На самом деле мы имеем дело с страной, в которой количество потерь никогда не считалось проблемой. То есть если мы скажем, вот сколько нужно убить русских для того, чтобы война остановилась? В принципе, для Путина чем больше будет убито граждан России, тем лучше. Это не парадокс, это характер российской действительности, характер Путинской империи. То есть Путин считает, чем больше он убьет русских, тем более великим императором он является. Поэтому считать, сколько погибло на Донбассе, нужно русских солдат именно с точки зрения, насколько это приведет к успеху украинской армии, то есть украинской операции. То, что мы сейчас видим, развитие ситуации и под Бахмутом, и вот сейчас у них военкоры, так называемые, публикуют истерические сообщения о ситуации под Павловкой, где 155-я бригада морской пехоты российского Тихоокеанского флота обращается за помощью к Министерству обороны, к региональным властям о том, чтобы прислали им комиссию и изучили ситуацию, почему их отправили на убой. Это уже серьезный сигнал, это демонстрация того, что даже наиболее подготовленная часть морская пехота считается элитой вооруженных сил в любой стране, бросается российским командованием просто действительно на убой, без всякого планирования, без всякой подготовки. И все это приводит к тому, что действительно потери, они превышают любые разумные лимиты, но, с другой стороны, самое главное, что украинская армия при этом достигает успехов. Но если говорить не о Путине, а, например, о российском обществе, ведь с начала войны тоже звучали разные цифры, вот эти вот критические, психологические цифры потерь, после которого, ну, как бы ждали напрасно, как мы уже видим, что вот, возможно, российское общество взбунтуется, и будут какие-то протесты. Сейчас мобилизованные пошли на фронт, сейчас только убитыми, по данным Генштаба, более 70 тысяч российских солдат. Мы можем предполагать только, что к Новому году, с учетом мобилизованных, неподготовленных, возможно, эта цифра достигнет и 100 тысяч. Вот, по-вашему, есть ли все-таки какой-то психологический рубеж для российского общества потерь? Есть тут несколько дефиниций, с которыми я вообще не согласен. Во-первых, никакого российского общества не существует, есть население. Это очень важно. То есть для населения, в принципе, все равно, сколько погибнет людей. Главное, чтобы Путин был доволен. Опять говорить, давайте не будем говорить о Путине. А о ком нужно говорить, если сейчас российское население играет роль холопов. Вот ни меньше, ни больше. То есть их гонят на убой. Они могут достать информацию о том, что происходит на фронтах. Они могут достать, причем не очень тяжело, информацию, что реально происходит в российско-украинской войне. Почему эта война началась? Почему убивают украинцев на украинской земле? Но они этим не занимаются. Они лучше отправят своих сыновей, мужей, отцов и так далее, для того, чтобы они умерли, а жены матери получили компенсацию. Их это пока устраивает. Поэтому, если мы говорим о такой конструкции, как убитые на украинском фронте и российское население, в этой конструкции отсутствует психологический барьер. Можно убить и миллион человек. В принципе, это не приведет никаким бунтам. Потому что просто холопы, они не могут поднять бунт на ровном месте. Для них убийство ради великой цели. А ведь Путин-то, он прав, он же говорит о том, что умирают они за великую цель. Они же убивают нацистов и сатанистов. Как можно не погибнуть за такую великую идею? Поэтому пока ситуация развивается таким образом, никакого бунта в российском населении не будет. Бунт может быть поднят, по моему разумению, примерно как в 1916-17 годах. Когда точно так же мобилизованные были в ужасных условиях во время Первой мировой войны. И именно начало бунтов среди военнослужащих на фронтах Первой мировой привело к тому, что в России была создана революционная ситуация. Точно так же и сейчас может произойти. Я думаю, что именно среди мобилизованных возникнет то движение, которое может впоследствии привести к каким-то протестам и к краху путинского режима. Но опять же, если это будет происходить именно так, то к власти, естественно, придут не либеральные демократы и не пушистые ребята. К власти придут те же самые пригожинцы, кадыровцы, дудинцы и другие монархистские националисты, фашисты и другие ребята, которые хотели бы достигнуть еще большего величия Российской империи. Вот учитывая вот эти перспективы, которые вы назвали, будут ли сделаны какие-то выводы именно в подходе к мобилизованным? Потому что, да, действительно, мы все больше и больше видим вот этих бунтов, то ли по вопросам финансов, там кому-то не выплатили, то ли по вопросам условий, в которых содержится, то ли по вопросам оружия, которое выдается, а не рабочие, ржавые и так далее. Или все-таки, ну, оно по-другому просто российская армия не работает, то есть оно вот как есть сейчас, оно будет продолжаться вот именно в таком вот все русле? Дело в том, что от мобилизации в этом процессе, одно слово, одно название мобилизации, на самом деле мобилизация, как нужно делать по науке, она выглядит совершенно по-другому. Это процесс мобилизационной подготовки, он проводится системно в мирное время, для этого готовятся и кадрированные части подразделения, там уже есть готовое ядро кадровое и так далее, то есть и все эти кадрированные части подразделения обеспечены вооружением, военным техникам, амундированием, всем необходимым. И когда проходит сигнал по мобилизации, то все, в принципе, знают, чем им заниматься, и все это происходит очень быстро и эффективно. Здесь же то, что происходило, это можно назвать разными словами, но это никак не мобилизация, не системный процесс. Это был бардак, хаос, все разворовано, никакой, я, например, не увидел там, чтобы этих мобилизованных как-то обеспечивали вооружением, военной техникой по штату и тем более какими-то элементарными вещами, в том числе подготовкой. То есть это не военнослужащие, это не военные специалисты, это люди гражданские, опять же, это население, холопы, которых просто взяли и приказали им одеть военную форму и идти умирать. Но это не мобилизация. То есть это просто набор людей, войска, которое должно умирать за великого императора Путина. Вот и все. Поэтому никаких изменений здесь не может быть. Здесь не может быть изменений с точки зрения улучшения ситуации. Все коррумпировано, все разворовано. Никого не интересует, сколько человек погибнет. Я просто повторюсь еще раз. Вот с учетом тех потерь, которые Россия несет на поле боя и живой силы, и техники, есть ли чем восполнять эти потери? Вы имеете в виду военной техники? И людей. Вот как дальше будут развиваться эти события? То есть как бы это же все. Или придется следующую волну мобилизации объявлять так называемую? И технику точно так же. А мобилизация не прекращалась. Мобилизация не прекращалась. Несмотря на заявления про границ. Ну да, официальные заявления это хорошо, но мы имеем дело не с нормальной стороной. Это диктатура, в которой информация формируется манипулятивно и специальным образом для того, чтобы они выполняли определенные задачи. Так вот никакой мобилизации, естественно, вот этот процесс, который назвали мобилизацией, он не заканчивался. Буквально несколько дней назад Путин принял несколько указов, в том числе, например, легализовал так называемые добровольческие подразделения, то есть те самые частные военные компании Пригожина. Теперь они официально могут существовать, у них теперь будет юридический статус. И более того, там можно теперь обеспечивать финансирование частными лицами. То есть можно теперь, олигархи российские могут финансировать свои армии, создавать их, рекрутировать людей и формировать уже подразделения именно под своей эгидой. И, естественно, продолжается процесс набора людей по региону. Поэтому, если мы говорим, хватит ли у них людей набирать в путинское войско, ну, конечно, хватит пока, у них население там, ну, около 140 миллионов. Я думаю, что все-таки меньше, чем, они там говорят, 146-140. Но все равно до сих пор набрать, например, миллион вот этого пушечного мяса они способны. Тем более, что, еще раз повторюсь, это не общество, это холопы, которые безропотно идут на убой. Поэтому их можно набрать миллион, можно два миллиона набрать. Здесь как раз проблем у них нет. Проблема есть с техникой, это действительно. У них в первой фазе войны, когда у них воевала еще регулярная армия, которая готовилась многие годы к нападению на Украину, у них была более-менее современная техника с использованием западных технологий. Теперь эта техника закончилась. Теперь идет уже на оснащение, в том числе этих подразделений мобилизованных, танки Т-62, устаревшие БМП, БТРы, артиллерия появляется уже вообще времен Великой Отечественной войны, как они называют. И таким образом действительно может наступить проблема именно с военной техникой. Я еще хочу сказать, что у них из-за бездумного использования боеприпасов уже скоро может наступить действительно дефицит боеприпасов. Они из 15 миллионов снарядов, которые у них были накануне войны, они где-то половину уже использовали, исходя из того темпа, который они демонстрировали, например, в мае, в июне на Донбассе 60 тысяч снарядов в день. И с этим могут быть огромные проблемы, точно так же, как со стволами. Не зря они вывозят боеприпасы из Белоруссии, не зря они вывозят боеприпасы с Северной Кореи, уже есть информация. Именно из-за того, что у них действительно может возникнуть дефицит боеприпасный и стволов. — Михаил, возможно, вы тоже видели вот эти спутниковые снимки обустроенных россиянами укреплений уже на левом берегу Днепра, то есть восточнее Херсона, уже за городом. Как вы считаете, это может свидетельствовать о том, что действительно они готовятся к тому, что придется все-таки отходить из Херсона и уже на берегу Днепра устраивать там надежные укрепления для того, чтобы остановить продвижение украинских войск? — Ну, не то, что придется. Они должны оттуда уйти, у них нет другого выхода. Причем этого другого выхода у них нет примерно с июля месяца, когда у Украины появились высокоточные дальнобойные средства поражения и постоянно вся логистика, все склады с боеприпасами, командные пункты, скопление личного состава постоянно уничтожаются и находиться в абсолютно тупиковом состоянии, когда они готовили эту группировку, которая находится на правом берегу Днепра. Они же готовили ее для наступления на Кривой Рог, на Николаеву и Одессу. Сейчас и в перспективе никаких возможностей у них это сделать уже нет, поэтому у них есть две перспективы. Или они просто будут уничтожены украинской армией за какое-то время, или попробовать уйти на левый берег Днепра. Поэтому они в принципе сейчас и занимаются тем, что укрепляют левый берег Днепра, проводят его инженерное укрепление с точки зрения создания оборонительных позиций. И действительно новая линия фронта будет проходить как раз под Днепру. То есть здесь, в Херсонской области, фронт будет стабилизирован под Днепру. Когда это будет, это зависит от того, какое решение будет приниматься украинской армии и какие решения будут приниматься политическим, не военным, а политическим руководством России. Военное руководство давно бы уже вывело свой личный состав с правого берега, потому что там никакого смысла военного нет находиться. С политической точки зрения Путину, конечно, очень важно, и Кремлю важно, чтобы Херсон пока оставался, это же аннексированный Херсон, пока оставался как бы в повестке как бы оккупированным, аннексированным российским регионом. Потому что потеря Херсона ударит, опять же, имиджево по Путину. Спасибо, Михаил. Михаил Самусь, военный эксперт. Мы обсуждали ситуацию на фронте. Спасибо вам. Всего доброго.